Свисток дает игры начало и вся команда побежала. В Маниже Академии Спартак впервые прошел футбольный турнир среди сотрудников органов исполнительной власти. Он был посвящен Дню Защитника Отечества. Соревнование не обошлось без участия команды строительного комплекса. Хорошее мероприятие, полностью соответствует тому курсу, который определил президент Российской Федерации на развитие спорта, мэр Москвы. Участниками стали 8 команд комплексов правительства столицы. Их разделили на две группы. Лучшие вышли в полуфинал, а затем в финал. Турнир только начался, прошли только первые матчи. К сожалению, команда стройкомплекса минимально уступила своей дебютной игре. От этого матча зависит судьба выхода наших футболистов в плей-офф. Будем болеть за наших! Ну и в этой игре нашей сборной не повезло. И мы с оператором отправились заедать горечь поражения. В перерыве между играми участники и гости соревнований могут насладиться полевой кухней. Сегодня у нас в меню каша, блинчики со сметаной и чай. Давайте пробовать! А за атмосферу в этот день отвечали болельщики команд. Это семьи сотрудников. Самые удачливые из них ушли с манежа с ценными призами. Их разыгрывали в лотереи. Уровень соперничества был настолько высок, что победителя пришлось выявлять в серии пенальти. В напряженной борьбе кубок турнира выиграла команда комплекса городского хозяйства. Второе место заняла сборная транспортного комплекса. Бронзу завоевали футболисты комплекса региональной безопасности, информационной политики и спорта. Футбольные баталии не оставили равнодушными зрителей и наших заслуженных спортсменов и тренеров. Эти турниры нужны. Хочу сказать большое спасибо и правительству Москвы, и всем тем организаторам, кто причастен к этому турниру. Я хотел бы, чтобы эти турниры были ежегодные, потому что для ребят это отдушина, для ребят это, в общем-то, наверное, жизнь, потому что футбол – это любимый вид спорта для всех. Я попал как будто в свою семью здесь, ребята. В выходной день рабочие люди пришли отдать должное футболу. Они любят футбол, они, вы видели, с каким настроением играли. Я восхищен, я, наверное, еще пять лет жизни себе приобрел, общаясь вот с этой командой. Организаторы признались, что результаты турнира превзошли их ожидания, и подобные футбольные соревнования станут доброй традицией. Камран Рустамзаде, Андрей Типикин, Строймусру.